Всем привет, друзья! Смотрите, изначально я это видео записывал для закрытого канала, но информация вот эта настолько важная и актуальная, вот именно сейчас это настолько важно и актуально, что я решил первую часть все-таки залить на YouTube. А вторая часть будет уже в закрытом канале, там я рассказываю все секреты по управлению капиталом, вот как правильно распределять деньги в крипте, в акциях, в общем это все будет уже в закрытом канале, вторая ссылка в описании. Друзья, приветствую всех! Добро пожаловать на самое важное видео в закрытом канале. Я вам сегодня представлю, как и обещал, свою инвестиционную декларацию. Инвестиционная декларация это реально самый важный документ в вашей жизни. Этот документ важнее паспорта, важнее там свидетельства о рождении, потому что этот документ принесет вам огромные деньги. Что такое инвестиционная декларация? Простыми словами, это правила, которые помогут вам сохранить, приумножить и эти правила помогут вам не потерять свои деньги. Кому-то это видео изменит всю жизнь, потому что после этого видео вы поймете, вы осознаете, почему у вас не получается заработать, почему вы на инвестициях теряете деньги. Инвестиционная декларация это своего рода карта, это ваш навигатор, который поможет вам не свернуть с пути и не натворить глупостей. Ребята, скажу громко, без инвестиционной декларации, заработка вам не видать. Это видео будет длинным. Ловите, ребята, каждое слово. Это самое важное видео, еще раз напомню, в вашей жизни. Берите лист, берите ручку и вы должны по ходу вот этого видео набрасывать уже себе план вашей будущей инвестиционной декларации. Вы должны с этим видео работать. Почему я только сейчас решил сделать вот такое вот громкое заявление, записать вот такое вот обращение? Потому что сейчас это очень-очень актуально, да? Раньше я вам давал все эти правила, я давал вам свои правила, но какой был минус? Минус был в том, что все эти правила были в разных местах. Вы знаете вот о моей золотой пятерке, да? Вы знаете о моей диверсификации, вот недвижимость, металлы, валюта, акции, криптовалюта. Вы это знаете. Вы знаете, что я не инвестирую в наши страны, да? Вы знаете, что я на спекулятивную сделку не выделяю больше там двух процентов. Все эти правила вы знаете как бы. Но серьезно как бы к ним никто не относился, когда все было хорошо. А сейчас, сейчас у нас, блин, война, сейчас у нас рынок идет вниз, у всех портфели красные. Когда все хорошо, всем пофиг было. Вы вложили деньги там в какую-то акцию, она выросла. Вложили деньги в IPO, заработали. Вложили там в крипту, заработали. Все везде зарабатывали на растущем рынке. И всем было пофиг на инвестиционную декларацию. Зачем она? Зачем она нам, да? Я, правда, не называл ее тогда инвестиционной декларацией, да? Вот у меня были четкие правила. Своя вот концепция. Но сейчас я решил уже как бы назвать это все дело более профессионально. Тем более, почему я так решил? Потому что вот я недавно завершил обучение в инвестбуткемпе у Маргулана. И вот мы там создавали инвестиционную декларацию. Я вам скажу сразу. Это тема не одного видео. Но я расскажу вам о самом важном. В одном видео покажу все на своем примере. Пять дней мы работали в инвестбуткемпе. По семь часов. Вот 35 часов. 35 часов мы работали. Вот, кстати, мой сертификат. Третий. Третий, кстати, видите? Из 40, по-моему, точно не помню. В общем, там были сложные формулы. Там мы все это рассчитывали. Но фишка здесь в другом. Фишка в том, будете ли вы следовать этому или не будете. Вы можете все круто рассчитать, но вы не будете этому следовать. И вся эта инвестиционная декларация, ну, понятное дело, не будет работать. В общем, теперь с этого дня я буду на инвестиционной декларации акцентировать очень много внимания. Потому что вы сами увидели, как сейчас это важно. Как сейчас это важно. Почему у вас все портфели, блин, красные. Почему там у кого-то просадка в 70 или 80 процентов. Потому что он весь свой капитал взял и вложил в какую-то непонятную крипту. А если бы он четко следовал своей инвестиционной декларации, он бы в жизни не потерял свои деньги. Если вы будете четко следовать своим правилам, вы в жизни не потеряете деньги. Вот я четко следую, да, и вот эти вот активы сохраняют весь мой капитал. Весь мой капитал. Даже когда вот здесь просадка. Даже когда в акциях просадка, основные акции у меня в большом плюсе. Вот по гуглу у меня сейчас 50 процентов. Когда кризис, у меня плюс 50 процентов. По гуглу. Это все благодаря моим правилам. Это все благодаря инвестиционной декларации. В последнее время я вот общался с ребятами, которые полностью сидят в крипте. И вот есть люди, которые потеряли все. Потеряли все. И эти люди мне говорили, да твои акции фигня. Крипта будущее. Акции фигня. Apple фигня. Google фигня. Да, они говорили. Но сейчас эти бумаги дают мне плюс. А их капитал на нуле. У них все было в крипте. Подумайте над этим. Хорошо, если у них это свободные деньги. И они могут не париться. Они могут пересидеть эту просадку. И потом все отрастет. Но у многих это последние деньги были. И теперь им не за что жить. Или вот еще один человек взял и все деньги завалил. Знаете куда? В NFT кроссовки. Вот так вот, да. Были у него определенные правила. Но вот он, можно сказать, поддался эмоциям. Есть человеческий фактор, да. Это ошибка. Смотря как он к этому относится. Если он извлекает из этого урок, все будет хорошо. Если нет, он будет совершать эту ошибку до тех пор, пока урок не будет усвоен. И вот сейчас хайп прошел, да. Крипта рухнула, кроссовки рухнули. Все, денег нет. Денег нет. Конечно же, если бы были у него деньги в золоте, в валюте. Хотя бы неприкасаемый запас в 10 тысяч долларов. Все было бы хорошо. Но сейчас денег нет. Так что вот для чего вам инвестиционная декларация. В общем, ребята, сейчас лучшее время. Лучшее время для создания инвестиционной декларации. Сейчас. Когда рынки падают. Когда вот война. Лучшее время. Потому что в это время вы увидели все эти риски, которые бы вы никогда не увидели бы в хорошее время, когда все росло, в период процветания. Вам было бы пофиг на эти риски. Сейчас вы их увидели. Сейчас вы с ними столкнулись. Сейчас вы увидели, к чему вас привели хаотичные и бездумные инвестиции. Так что извлекайте пользу из этого периода падения и учтите все ошибки в своей инвестиционной декларации. Так, идем дальше. Что важно понять при составлении инвестиционной декларации? Вы должны понимать, что это все индивидуально. У каждого будет своя инвестиционная декларация. Здесь нужно учесть ваш возраст, ваше финансовое состояние, ваш тип темперамента. Это все нужно учесть. Нужно хорошо знать себя и не врать себе, когда вы будете составлять инвестиционную декларацию. Вы должны сказать себе, вот я азартный человек. Вот я азартный. Вы должны знать свой тип темперамента. Холерик вы, флегматик, сангвиник. Вы более спокойный или вы любите какой-то движ. Вы все это должны учесть. Если вам 20 лет, конечно же у вас впереди вся жизнь. Вы можете заходить в крипту, вы можете заходить в NFT. Но если вам 60 лет, вы должны хорошо подумать. Готовы ли вы смотреть на просадку в 70-80%. Вот вам 60 лет, вы копили деньги, накопили условно 10 тысяч долларов. Готовы ли вы смотреть на то, как ваша десятка превращается в тысячу долларов? Кому-то это вообще некомфортно, у кого-то там случится инфаркт. Поэтому, вот например для пенсионеров, давайте разберем. Лучшие виды вложения для пенсионеров. Конечно же это доллары. Пусть они, блин, обесцениваются, но деньги при вас. Дальше. Крипту, ну не знаю, я бы не рекомендовал. Опять же, это все зависит от человека. Может у кого-то финансовое состояние позволяет, есть большая часть свободных средств, и он может какую-то часть вложить в крипту. Если не позволяет, в крипту заходить не нужно. Лучше всего это фондовый рынок, это ETF на S&P 500. Это лучшее решение, чтобы не рисковать. И там условно держать часть денег в золоте. Все, вот три актива. S&P 500, доллары, золото. Все, это если вы пенсионер. И вы должны это учесть в своей инвестиционной декларации. Какую просадку вы готовы перенести. Если не готовы переносить жестких просадок, вы соответственно должны для себя определиться с такими активами, которые не будут давать такой просадки. Ребята, сейчас вам все станет понятно. Я сейчас вам на своем примере все покажу. Еще важный момент. Все знают мою концепцию. Вот таблицу эту я вам не скину. Не скину. Вы должны сами сесть и создать эту таблицу. Сами, своими ручками. Не разбирайтесь в Excel, создайте ее в другом месте. Или разберитесь в Excel. Вы должны потратить на это время. Только тогда это пойдет вам на пользу. Вот сюда нужно тратить свое время. Вот сюда. Потому что это реально самый важный документ в вашей жизни. И вы должны тратить на это время. Вы должны сами под себя создать. И не за один день. Не за один день. Я две недели. Две недели создавал. Продумывал все. Прописывал все. Подгонял все под текущую ситуацию. Да, вы будете вносить изменения. Вы должны вносить изменения. Потому что все будет меняться. Вот сейчас, да, пришла война. Я внес соответствующие изменения. То есть эта декларация будет расти вместе с вами. И вы будете ее, так сказать, шлифовать. Так что будьте добры. Создайте свою декларацию сами. А не скопируйте у меня. Там отредактируйте цифры. Нет, так не пойдет. Я скажу вам жестко. Я с вами, блин, общаться не буду в закрытом канале. Вот если мы будем общаться, я вам сразу же. Скинь мне свою инвестиционную декларацию. Если не скидываете, говорить нам с вами не о чем. Ребята, вы потом мне спасибо скажете. За то, что я вот так вот акцентирую на этом все внимание. Ну что, давайте уже приступать к разбору моей инвестиционной декларации. Начну я с моего стиля жизни. Какой у меня стиль. Заработок, инвестиции, траты. Все деньги, которые я зарабатываю, я направляю в капитал. Я инвестирую. Я направляю в капитал. А только потом уже трачу. После того, как я проинвестировал. Если говорить простым языком, по Роберту Киосаки, заплати сначала себе. Это называется вот так. Заплати сначала себе. Или можно сказать, не откладывай деньги после трат. Трать после того, как отложил. То есть вначале вы инвестируете, откладываете, а только потом уже тратите. То есть это мой основной стиль жизни. Я вам просто его напомнил. Все деньги я вкладываю, можно сказать, в свою золотую курицу. Курицу мы никогда не убиваем, никогда. Мы живем только на золотые яйца. Все деньги я инвестирую в куриц. Я покупаю курицы, 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 курицы покупаю. И живу уже на яйца. Поняли, да? Это очень важно. То есть капитал всегда создаем. Всегда. Всю жизнь создаем капитал. Вот это мой основной стиль жизни. Идем дальше. Весь капитал я условно разделил на две категории. Привязка и сохранение, свобода и рост. Примерно 50 на 50. Но свободу и рост, эту категорию я хочу увеличивать. В привязке и сохранении. У меня недвижимость, вся недвижимость, здесь я упростил, металлы, золото, серебро и валюта, доллары, евро. Первое слово. Привязка. Почему привязка? Потому что вот недвижимость, металлы, они привязаны к моей стране. Я не могу вылететь и забрать с собой недвижку. Также металлы, да? Я не могу вывести там слитки золота. Это все нужно декларировать. Это привязка. Второе слово в этой категории сохранение. Вот эти вот все активы сохраняют весь мой капитал. Сейчас все просело, все в минусе, но недвижка даже с войной не упала в цене. Она не упала в цене. Вся моя недвижимость, которую я купил, она выросла в цене. Вся. В Грузии, в Киеве, вся выросла в цене. Вот эти вот активы сохраняют капитал. Металлы тоже выросли. Золото и серебро у меня сейчас в плюсе. Смотрите, ребята, я считаю, что вот иметь такую категорию нужно обязательно всем. Ну, это мое мнение. Кто-то, да, вот только в крипту инвестирует, да. Ну, вот у меня такая концепция. Я вот обучаю вот этому. Потому что вот в сложные времена, да, у меня есть деньги, у меня все хорошо. Капитал мой сохраняется. Поэтому привязка и сохранение. Вторая категория – это свобода и рост. Первое слово – свобода. Почему свобода? Потому что с акциями, с криптой я могу путешествовать по миру. У меня на криптокошельке может быть 10 миллионов долларов, у меня может быть миллиард долларов. И я могу свободно с этими деньгами перемещаться. Я могу пересекать границы. С акциями, в принципе, так же. Я могу в любой стране заказать деньги на вывод, да. Они приходят на мой банковский счет. И я могу за границей рассчитываться. Ну, и второе слово – рост. Здесь все понятно. Вот эти активы могут дать очень хороший прирост к капиталу. Вот X2, X5, да, металлы никогда вам там X5 не дадут. Теперь очень важный момент по поводу акций и криптовалют. У всех, я считаю, без исключения, должен быть в акциях инвестиционный портфель и спекулятивный. Обязательно. Без этого вообще никуда. Без этого, опять же, забудьте о заработках. Забудьте. В криптовалюте также у вас должны быть инвестиции и спекуляции. Обязательно вы должны делить свой весь криптовалютный портфель на два портфеля. На инвестиционный и на спекулятивный. Обязательно. Теперь переходим к третьему активу в категории «Свобода и рост». Это мусор. Это все мусорные акции и вся мусорная криптовалюта. Это тоже должно быть, потому что есть какие-то хайповые, трендовые вещи. Никому не хочется их пропускать. И поэтому нужно выделить какую-то часть денег, которую вы, можно сказать, готовы потерять, готовы направить в мусор. Потому что вот здесь очень часто просадка может достигать 95-99%. Теперь очень важный момент. Какую ошибку допускают большинство людей? Большинство допускает эту ошибку. Они направляют очень много денег, наверное, больше 50% в спекуляции и в мусор. Вот какая самая распространенная ошибка. И сейчас, конечно же, у этих ребят просадка по всему портфелю 90-80%. Потому что у них вот здесь больше всего денег. А нужно, чтобы вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь было больше всего денег. Но не вот здесь. И вот для чего нужна инвестиционная декларация. Чтобы вы не сбились с пути. Чтобы вы сюда, не дай бог, не направили 60% от капитала. Когда вы смотрите на эту всю схему, это кажется очевидно. Плюс я так все здесь подписал красиво. Мусор, да, понятное дело. Зачем инвестировать в мусор? Но, если условно биткоин не растет, а доги коин растет каждый день. И вы такие, блин, на нем все делают деньги. Нахрен мне тот биткоин. Вы продаете свои все биткоины и закидываете все деньги в доги коин. Вот, вы направили все в мусор или в спекуляции. И потом доги коин идет вниз. И у вас просадка 50%, 60%, 70%. Вот вы и попались. Вот вы и нарушили свои правила. Поэтому вот здесь, вот здесь должны быть строгие ограничители. Я сейчас вам обо всем расскажу и покажу, какие ограничители у меня. Ребята, это мы только разгоняемся. Ребята, самое интересное вас ждет впереди. Я вам покажу, с помощью каких инструментов вы никогда не потеряете деньги на инвестициях. Давайте перейдем теперь к основным положениям. Итак, как и везде, самое главное это цель. Без цели вы никуда не придете. Без цели вы ничего не добьетесь. Если у вас нет цели, вот вы будете блуждать. Да, если у вас нет декларации, вашей дорожной карты, вы будете блуждать. Там сказали крутой проект, вы вложились. Там сказали крутой проект, вы вложились. Везде вот так вот бегаете, нету своих четких правил. Там заработали, там заработали, там потеряли. И вот такие у вас будут качели всю жизнь, всю жизнь. Зарабатывать вы не будете без инвестиционной декларации. Итак, моя цель. Как я сформулировал цель? Сохранение и прирост капитала для улучшения своей жизни и жизни окружающих. Ребята, это моя цель. У вас может быть своя цель. Здесь все продумано. Смотрите, первое слово сохранение. Для меня важно сохранить, не приумножить. Заметьте, первое слово это сохранение. Второе слово прирост капитала для улучшения своей жизни. На первом месте своей жизни, не жизни окружающих. Сначала ты должен улучшить свою жизнь, чтобы помочь другим. Как в самолете с кислородной маской. Сначала маску наденьте на себя, потом на ребенка. Позаботься сначала о себе. Добейся ты сначала результатов, чтобы потом о чем-то говорить, чтобы потом что-то показывать. А не суйся и меняй жизнь окружающих. Если ты ничего не добился, если ты никто, если ты не можешь свою жизнь наладить. Вот. Такая у меня цель. Дальше. Доходность. Я вот определил свою доходность 18% годовых. До 18. Мне не нужно 50, мне не нужно 30%. Мне достаточно 18, но при этом всегда сохранять свой капитал. Для меня важно сохранить капитал. Просадка. До 30% от капитала. До 30. Вот максимальную просадку, которую я готов терпеть, это 30% от капитала. 30%. Сейчас, когда все рушится, у меня там минимальный плюс, по-моему, 3%. Сейчас просядет, если еще крипта, просядут акции. Да, я зайду в минус. Но даже сейчас я в плюсе, когда все остальные в таких минусах. Посмотрите на других блогеров. Посмотрите там на предпринимателей, на инвесторов. Какие у них просадки сейчас. У них просто сумасшедшие просадки. Вот. Я готов терпеть просадку до 30%. Не то, чтобы терпеть. При самом худшем сценарии, давайте так объясню. У меня подобраны такие активы, которые вот могут просесть максимально вот на 30%. Ну, это все условно, да. Вот там 25, может быть 31, да. Это я сейчас говорю о просадке на весь капитал. На весь мой капитал. Сроки инвестирования. Вечность. Так как я создаю капитал, я создаю капитал. У меня нет сроков. Я всю жизнь создаю капитал. Создаю, создаю. А на прирост, на проценты я живу. Вот и все. Путешествую, живу, кайфую. Создаю какие-то проекты, которые будут улучшать жизнь людей. В принципе, я сейчас этим занимаюсь. Вот. Так что сроки у меня вечность. Вот у меня такие сроки. Валюта. Доллар США. Это та валюта, в которой мы все считаем. Вот у вас должна быть одна валюта, относительно которой вы будете считать все. Прям все считать. Вы знаете, да, что у меня все в долларах. Я живу в долларах. Я тысячу раз об этом говорил. Обеспечение. Вот это очень важная вещь. Почему у меня все хорошо? Вот посмотрите вот на эту формулировку. Только свои. Первое слово. Свои. Свои. Не чужие. Я не рискую чужими деньгами. Второе слово. Свободные. Свои свободные средства. Никаких заемных средств. Никаких там кредитов. Только свои свободные средства. И поэтому, да, там жесткая просадка. Мне пофиг. Потому что средства, во-первых, мои. Я не рискую чужими деньгами. Я не отвечаю перед людьми. И, во-вторых, средства свободные. Свободные. Я готов эти средства, можно сказать, потерять. Они свободные. Эти средства не влияют на мою жизнь. У меня есть деньги для жизни. Только свои свободные средства. То есть, если вот я потеряю завтра весь свой капитал, ничего не случится. Ничего не случится. Моя жизнь не изменится. Вот если я потеряю все свои миллионы долларов, моя жизнь не изменится. Никак. Я буду кушать так же, как я кушаю сейчас. Я, может быть, да, буду меньше путешествовать. Меньше жить в каких-то хороших отелях. Но моя жизнь не изменится. Моя жизнь – это вот ноутбук, я, камера. Это все у меня есть. Пополнение. Смотрите, здесь вы можете писать проценты. Можете писать сумму. Вот я в первом случае для вас вот написал процент. Минимум 0,5% в месяц. То есть, условно, вы должны для себя тоже вот этот процент определить. Или сумму. Условно, вы каждый месяц должны докидывать в свой капитал по 500 долларов. Каждый месяц. Что бы ни случилось, каждый месяц. Ну, примерно, да. Конечно же, там разные бывают ситуации. Но вот условно, вы должны докидывать, 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 докидывать постоянно. Вот. Резерв. Минимум 100 тысяч долларов. Это деньги, которые у меня на счетах. На всех счетах это электронные, можно сказать, деньги. Это не наличка. То есть, у меня вот должно быть минимум 100 тысяч долларов. У меня не должны все деньги быть в активах, чтобы у меня вообще не было, да, вот этого вот зазора. Такого быть не должно. Минимум 100 тысяч долларов. Сейчас у меня больше намного, да. Минимум 100 тысяч. Я никогда не должен вот опускаться меньше вот этой суммы. И неприкасаемый запас. Это кэш. Вот минимум у меня должно быть 20 тысяч долларов. 20 тысяч. С собой. Внимание, с собой. Не где-то там дома, вот я улетел. Например, жить в другую страну. И у меня дома там 20 тысяч долларов. Ну, нахрена мне те деньги там, дома, да. Я не смогу все равно использовать те деньги, да. Поэтому у меня с собой всегда, где бы я ни находился, должны быть 20 тысяч долларов. Для того, чтобы не было непредвиденных обстоятельств. Я уже этот момент объяснял. Не для того, чтобы предотвратить какие-то непредвиденные обстоятельства. А для того, чтобы не было. Потому что, когда у вас этих денег нет, всякая херня случается. А когда у вас эти деньги есть, важность вы снизили. И на ментальном уровне вы это все не притягиваете. Вы свободны. Потому что вы знаете, что у вас есть подушка безопасности. Ну, для меня так. Я себя хорошо чувствую, когда знаю, что у меня лежит 20 тысяч долларов. Да, эти деньги обесцениваются. Но даже капли энергии не тратятся на какие-то там переживания. А вдруг завтра что-то. Вообще, на это я свою энергию не трачу. Потому что у меня все хорошо. Вот у меня есть запас. И это позволяет мне быть продуктивным. Так, на этом с основными положениями закончили. Теперь переходим к самому интересному. Переходим к акциям, к крипте. Я вам расскажу, как правильно распределять деньги. Я вам покажу те инструменты, которые позволят вам зарабатывать. И никогда, никогда не терять деньги. Продолжение следует...